и всем привет запишу короткое видео по тому как запечь ключи сделать бейка animation на средствами и тона такой небольшой python скрипт совсем коротенький но чтобы как бы небольшую ясность по нему внести пусть будет так где наш скрипт эдитар вот на скрипт эдитар сначала покажу как это делается может кто не знает на самом деле операция простая то есть у нас есть анимация пусть будет 30 кадров есть анимация и для начала мы сделаем так первый ключ второй ключ и возвращаемся на место проигрываем смотрим ok так но иногда нужно бывает запечь анимацию на каком-то другом объекте в данном случае мы можем какой-то объект привязать к этому кант контроллеру так слишком маленький увеличим выровняем и приконстраним так ok 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 parent теперь джойнт движется за контролл но на джойнте нету анимации нету ключей если мы хотим установить ключи мы должны запечь эти ключи анимации на джойнте выбираем джойнт так креет так нет 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 кредит где у нас это было сейчас я сам вспомню каждый раз меняется интерфейс я каждый раз путаюсь вот keys keys и бэйк simulation так и запускаем смотрим какие опции у нас имеются all cable все ключи которые могут проключиваться и выделенные объекты time slider вот это весь диапазон будет проключен вот но это этого достаточно запускаем симуляцию и смотрим теперь и сам джойнт он тоже теперь у нас с ключами хоть на нем и был constrain но теперь у нас имеются ключи да мы теперь даже можем удалить вот этот контрол который собственно и тащил этот джойнт запускаем теперь у нас анимация есть и на джойнте тоже ну окей но иногда нужно бывает это все автоматизировать все это нужно затолкать в какой-то инструмент удобный и управлять это управлять запеканием ключей но каким-то хитрыми способами что мы для этого сделаем нам нужно просто понять как запекать ключей через скрипт а далее мы уже просто этот алгоритм будем подставлять в какие-то фрагменты нашего кода то есть команды кнопок или еще что то вот он но основная суть как бы в том что нам нужно именно запустить симуляцию через скрипт окей так для начала что мы сделаем будем писать на питоне то у нас много уже уроков на мэле немножко питона пускай будет так импорт мая команд смтс ну и сокращение си м так окей ну через си м теперь можем доставать стандартные кита команды мы ласки окей и что мы сделаем так 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 секундочку см смотрим какие у нас есть функции для запекания и я насколько помню есть две функции они немножко отличаются друг от друга по моему бейк резалт нет 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 так ну и обратимся к нашему поисковику моя мэл бейк резалт а чё это он мне не посвятился тоже бейк резалт так и смотрим бейк резалт и а окей и у этой функции есть ряд параметров там нам достаточно нескольких из них это simulation собственно запустить саму симуляцию устанавливаем true или единицу разницы нет skype true красиво подсветится так true и что еще у него есть такой атрибут time но можно просто написать и здесь указывается диапазон нашего тайм слайдера так вот 1 допустим то 15 вот 1 до 15 и смотрим что в итоге произойдет так ругается ругается на синтаксис может это у нас интелые значения а стоп-стоп-стоп-стоп-стоп скобки закрываем name 7 но из not find ok за им портил запускаю еще раз ага ну вот у нас запеклось 15 ключей для этого джоинта потому что здесь диапазон был от 1 до 15 возвращаемся назад но это неудобно если мы хотим какой-то более универсальный способ нам нужно все-таки использовать какие-то уже параметры из вот этого исходя из тайм рейнджа данном случае у нас имеется уже от 1 до 30 тайм рейндж поэтому нам надо достать его начальное значение и конечное значение то есть макс старт что понятно было но потом следующий будет end так и что нам нужно здесь достать так я примерно помню но не точно так и которое мы учимся и выключаем как нет мы эмаль бэкson мы эмаль бэк и смотрим, есть ли где-нибудь подсказка. Может здесь? Так, кто-нибудь подскажите. Так, тут этого нет. Попробуем. Так, bakeAnimation, getRange, bakeResult, bakeSimulation. Была команда, которая позволяла получить начальное и конечное значение. Playback. Вот, собственно, но она здесь на мэле мы можем переписать. Playback. Есть у него минимальное и максимальное значение. Окей. Ну, я заодно вам показываю, как пользоваться информацией из сети, потому что мы не можем всего помнить на самом деле. Так, и что нам нужно? Немножко адаптировать под питон. Функция PlaybackOptions и здесь у нас два флешка. Query позволяет нам запрашивать параметр и, собственно, сам параметр. Максимальный параметр. Максимальное значение. Хотя нет, должно быть минимальное. Это же у нас стартовое значение. Минимальное значение тоже true. Пускай будет ok. Есть. Копируем эту строчку и говорим, что нам теперь нужно конечное значение. End. Значит, это максимальное значение нашего тайм слайдера. Окей. Окей. Запекли ключи. Все еще 15. Все еще 15 ключей. Но теперь мы можем эти переменные подставить вместо наших вот этих значений. Интовых значений. И теперь они будут уже у нас динамическими. У нас есть стартовое, начальное положение и конечное. И запустим еще разок. Еще разок запечем. И видим, что теперь у нас запекся весь наш тайм рейндж. Смотрим. Допустим, 40. Да, мы видим, что на 30 у нас все остановилось. Если я сейчас запущу еще разок, то он запечет все 40. Ну, логика должна быть понятна на самом деле. Собственно, так запекаются ключи с криптом. Все. Я думаю, все достаточно просто. Всем спасибо. Всем удачи.